Коллеги, вопрос. Хотел бы узнать, откуда у нас такие ресурсы, да, по поводу того, что мы будем центром между Пекином и Индией, потому что на сегодняшний день у нас такая острая зависимость от доллара и цены на нефть, что ближайшие перспективы какие-то не радужные. Ну, на мой взгляд, наша зависимость от доллара и цены на нефть обусловлена только тем, что экономический блок правительства руководствуется теорией, предписывающей зависимость от доллара и цены на нефть. Это не его вина, а его беда. Пересядок, а я в другое кресло, так вот это что-то сильно глубоко откидывается. Изменить. Так вот, это не его вина, а его беда. Как отметил Михаил Леонидович Хазин, еще в 90-е годы из правительства вытеснили всех способностей усомниться в этом теории. Вытеснили почему? Потому что тогда мы впали в зависимость от Международного валютного фонда и Всемирного банка. А эти глубоко уважаемые друг друга организации предписывают всем, кому дают взаймы, соблюдение десяти заповедей либеральной экономики. Они называются в совокупности Вашингтонский консенсус. И если вас интересуют подробности, загляните в Википедию, там есть статья, так и называющаяся Вашингтонский консенсус. Ну, в общем, с точки зрения современной версии либерализма, а именно веры в благотворность, неограниченной свободы личности, безо всякой оглядки на общество, Эти требования выглядят естественно. Другое дело, что сама эта вера принципиально ошибочна. Кого интересуют подробности, почему ошибочно, поищите в интернете мою статью «Многочастичное взаимодействие». Только ищите обязательно так, в кавычках «Многочастичное взаимодействие» и дальше в кавычках «Анатолий Бас». Потому что «Многочастичное взаимодействие» – это термин из физики. И встречаются эти взаимодействия в очень многих местах, соответственно, и публикаций по ним не поверно много. И только если поищете единственную статью с таким названием, написанную мной, имеете шанс на нее выйти. Она, кстати, скопирована была в свое время в довольно многих местах.